Перетяжеленная Российская Федерация не долетит до Луны Космос, наука и техника 12.58, 13 декабря 2019 года Перетяжеленная Российская Федерация не долетит до Луны Фото, Наталья Сильверстова, РИА Новости Перспективный российский пилотируемый космический корабль «Орел», ранее известный как «Федерация», оказался перетяжеленным, в результате чего запускаемый тяжелой ракетой семейства «Ангара» летательный аппарат не долетит до Луны, сообщает РИА Новости Превышение массы пилотируемого транспортного корабля на 2,3 тонны говорится в материалах ракетно-космической корпорации «Энергия», выступающей разработчиком и изготовителем «Орла», на который ссылается агентство Отмечается, что превышение массы затронуло почти все системы космического корабля в частности кабельную сеть, перетяжеленная на 201 кг Систему жизнеобеспечения – 109 кг Двигательную установку – 107 кг Систему стыковки – 90 кг Согласно информации «Энергия», в текущей конфигурации «Орел» имеет массу 22343 кг, тогда как в техническом проекте говорится о том, что данный показатель, подгоняемый под возможности тяжелые ангары, не должен превышать 19848 кг В настоящее время корпорация задумала снизить массу «Орла» до 21200 кг, что будет достаточно для проведения летных испытаний космического корабля на ракете «Ангара» А5П, предполагающих его выведение на околоземную орбиту, а не окололунную В «Энергии» отмечают, что для полетов «Орла» к «Луне», кроме ракет семейства «Ангара», планируется задействовать разрабатываемый сверхтяжелый носитель «Ениссей» Над Федерацией в «Энергии» работает более 10 лет Корабль планировалось создавать в двух вариантах для полетов на околоземную орбиту и к «Луне» Впоследствии было принято решение продолжать использовать для первого случая корабли семейства «Союз» а «Орел» создавать исключительно для полетов к спутнику Земли Данный корабль еще ни разу не летал Решение о начале работ над семейством «Ангары» принято в январе 1995 года К настоящему времени такие ракеты совершили всего два полета в легкой и тяжелой версиях в 2014 году Хотя согласно первоначальному плану первый пуск «Ангары» должен был произойти в 2005 Всего к 2014 году на создание «Ангары» у центра Хруничева, самого проблемного предприятия Роскосмоса, ушло более 3 миллиардов долларов В настоящее время долговая нагрузка производителя российских тяжелых ракет составляет более 80 миллиардов рублей Годом ранее она превышала 100 миллиардов рублей, однако за счет государственной поддержки ее удалось снизить В отличие от России, в настоящее время США располагают тремя многоразовыми пилотируемыми космическими кораблями высокой степени готовности Летательный аппарат Локхид Мартин Орайон Предназначенный для лунно-марсианских миссий Совершил первый полет в космос в декабре 2014 года В 2021 он осуществит второй полет, в ходе которого планируется облет Луны Космический корабль Первый полет, в беспилотном режиме, к МКС совершил в марте 2019 года В декабре к станции, в беспилотном режиме, полетит корабль Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале Подпишись! Продолжение следует... Продолжение следует...